Ну, короче, просто думаешь, что YouTube на бабло чисто повелся. Я пока не знаю. Нет, ну, смотри, скорее всего, что Россия, она же действует так, как всегда она действует. Она внедрила в питерский YouTube, и было бы глупо надеяться на то, что компания, которая работает в России, не была бы под контроль на ФСБ. Там тупо, я думаю, сидит отдел полностью ФСБ. Они занимают, ну, там, как бы именно политику и все такое модерируют специально нанятые люди, поскольку идут выборы, и с чего бы это было, чтобы мессенджеры... Да, выборов тысячи там... Не, ну, надо заранее. Подожди, там люди работают на 10 лет вперед, все прогнозируют. И поэтому мессенджеры под контролем, телевидение под контролем, все под контролем, а тут, бас, вам YouTube свободно. Чего вы размечтались вообще? Ну, да, я слышал проекте, тут подпискивание, тут есть еще этот, как российский, который самый первый начал пищать по поводу то, что его зарубили. Камикадзе Ди? Камикадзе, да, да, вот это вот. Вот это же он сейчас написал, он написал же сейчас английский, ну, видос на английском языке, записал обращение к YouTube. И YouTube российский не дает его видео подняться в топ. Ну, то есть, чмырят, ну, там очевидно просто, что... Нет, ну, я понимаю, что, да, как бы насчет этого, что есть. А с другой стороны, а что нельзя разве на YouTube перенестись на площадку другой, то есть не связанную с российской? Как? Нет, там не так все выглядит. Все тоже давали там советы, вот, и там выбери страну США, там еще что-то. Нет, YouTube, он не так работает. Если у тебя видео русскоязычное, то оно модерируется... О, в русскоязычной сегменте. Да, ты хоть будь, хоть ты в Антарктиде сиди, если ты выкладываешь на русском языке, это по-любому идет. Если тебе люди заходят из России, тебе комментируют из России, с какого оно будет модерироваться в Америке, это там в Америке надо держать целый отдел русскоязычных модераторов, которые будут читать, разбираться вот там в этом. Ну, это же нелогично. Ну, я согласен, да, конечно, есть вот такой момент. Ну, то есть, ты фактически-то можешь там выкладывать? Другое дело, что он, может быть, там как-то будет затерян, мягко говоря. Ты про что же еще? А, там где-то? Да, да, да. Ну, не знаю. Ну, да, может, он не будет... Ты технически-то можешь это сделать? По большому счету, ничего тебе нет. Ну, технически, да. Технически я в свое время выкладывал даже на китайском... У них же YouTube забанен. Я выкладывал на китайском ЮКУ. У них есть там такой сайт. Это не самый удачный. Тут, скорее, надо англоязычный, потому что в России и Украине бывший Советский Союз это ближе англоязычный что-то такое, чем китайский. Не-не, я там по другой теме у меня совсем. Было это с политикой не связано. Я вообще тебе говорю в принципе. И сейчас... Я говорю про то, что может быть действительно таким путем пойти. Ну, а у тебя же есть свои там, скажем, те, кто просматривают, те, кто... Нет, смотри, я заливаю сейчас на Facebook видео. Там тоже у меня группа, там порядка 14 тысяч человек. Да, я видел. Да, то есть... Я добавил ее... Там можно, но тут же не в этом дело. В YouTube это, блин, огромная платформа, ты же понимаешь. Но такого-то нету. И просто... Как первый канал на российском телевизоре. Конечно. И просто сдаться и отдать все Кремлю, ну, это же будет нелогично с нашей точки зрения. Мы сейчас пытаемся протолкнуть петицию президента для того, чтобы он обратил внимание на проблему. Но мы столкнулись с тем, что оно кроме ютуберов никому ни хрена не надо. Не-не, я говорю, по слову президента ты хочешь. Если российскому, то я глупый. Не, на шо нам ваши российские. Мы Порошенко. Ну, может быть, да, в принципе, они могут как-то повлиять, хотя я не особо верю в это, потому что... Так, а чего нет? Смотри, как Россия влияет. Россия выпустила конкретный закон, по которому, если ты хочешь работать в России, то сервера с личными данными должны храниться в России, для того, чтобы ФСБ могло там все это видеть. Ну, разумеется. Точно так Украина может сделать у себя. Все, и это абсолютно нормальная практика. Ну, принципиально может, просто это, наверное, затянется во времени, как технически. Ну, ничего, надо когда-то начинать, понимаешь. Это же оно все кажется во время, а время летит очень быстро. Ну, я согласен, что это как вариант, да, конечно, но запустят ли ради тебя там 11 тысяч просмотров и клиентов, которые... Так, дело не в этом. Тут же дело не в этом. Тут надо правильно ставить вопрос. Ради меня одного, конечно. Тут вот, я только вчера мы общались и хотел сказать, что ваши ФСБшники вообще сделали большой ошибки. Ну, вот про поводу ваши или наши. Ты тоже успокойся. Они такие же мои, как твои. Не, не, ну, я вообще, в принципе, они сделали ошибку в том, что они начали... Ну, вот им дали команду все, всех банить, они им всех банят. Не, надо было банить постепенно, выбивать по одному. Ну, и все. Ну, если одного только Полтаву удушат, то всем по барабану. Они сидят, монетизация, все нормально, все прекрасно. Никто не будет Полтаву защищать. Потом следующее, следующее. Сейчас, когда все вместе, вот когда всех под жопу пнули сапогом, то все забегали и даже те, кто со мной не выходил раньше на контакт, блогеры, сейчас все поприбегали и давай что-то делать, потому что завтра жена же забанят. Но даже не с этой точки зрения надо подходить. Надо подходить с точки зрения безопасности страны. Так ставить вопрос в СБУ. О том, что ну не может контролировать страна-агрессор такое медийное пространство. Ну, я с тобой согласен. Я думаю, они это прекрасно понимают тоже. Ну, вот и все. Надо просто... Хотя, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что в СБУ-то там процентов, наверное, сейчас 50 еще агентов сидит. Вполне может быть. Очистка идет, там и сажают, и находят, и постоянная информация подсказывают. Это же не сильно пока на данный момент. Ну, 25 лет создавалось как минимум, а по факту... Я знаю, знаешь, согласен на все 100% и даже не спорю в этом. Поэтому я тебе говорю, что у вас-то там... Ты же сам прекрасно понимаешь, почему так все идет, почему война три года идет, хотя можно было смести за два месяца всю эту херню, которую... Нет, ты вот неправильно опять же, как и все россияне, понимаешь происходящее. Нельзя смести. Как ты представляешь себе, что мы за два месяца можем смести ядерную державу? Ты же прекрасно понимаешь, что мы воюем... Подожди, ну, постой. Мы же воюем не с голожопами Домбасяу, которые нашли в шахтах танки. Ну, если ты веришь в эту версию, то можешь сразу сейчас трубку уложить. Нет, конечно. Ну, так ты... Что значит смести? Как только... Смотри, вот как получился Иловайск? Как только ты кляти, ну, это я вот... Мое мнение, может быть, оно неправильно, ты как бы выслушаешься, если... Как вы только свои границы освободили, перекрыли уже до... Блин, ну, я знал, что ты так скажешь. Послушай, как получился Иловайск? Вот ты знаешь как? Ну, знаю, да, конечно. Ну, знаешь, наши слишком активно освобождали Донбасс. Наши освободили Славянск, Роматорск. Прямо каждый день освобождали по городу. И вот уже когда дошли до Иловайска, и оставалось метр до Донецка, в Кремле треснул стул там под кем-то. И вогнали, тогда уже конкретно вогнали российские войска. Они зашли со стороны Азовского моря. Ну, с той стороны получился котел. Именно вот, именно так. Второе, ты говоришь, к границам. Так наши были на границе и контролировали. Есть расследование Беллингкет, по-моему, как с российской территории обстреливали Украину просто и украинские войска. Это есть расследование. Это не единичное. Там порядка 500 заупов. Так я не спорю с этим. Все верно. Ну, так ты говоришь, как мы можем дойти до границы? Как только мы туда начнем доходить, сразу будут прилетать Искандеры и все остальное. Россия не будет. И опять же, если мы начнем освобождать активно, они начнут кричать, да вот смотрите, что творят вот эти вот, мы вводим своих миротворцев. Я понял, ты говоришь про освобождение там городов крупных. А нахрена не нужны города? Да даже не в это. Не, ну подожди, то же самое, но сделаем мы блокаду Донецку-Луганску. Опять же, Россия скажет, беспредел, фашисты, хунта, бендеровцы. Похуй, что говорят. Нет, нет, не похуй. Они ведут своих миротворцев. Уже давно раскрашенная техника, готова входить и все. И причем, они если войдут миротворцами, везде, где смогут. Может быть, включая и Беларусь, и с моря в том числе. Это все сложно. Вот не надо понимать это все так просто. Для вас это все так просто? На самом деле, нет. Ну, это кого-то и вас. Я так же это все воспринимаю, как и ты ровно. Нет, ну ты меня начинаешь рассказывать, дойти до границ, взять под контроль границу. Предполагаю, что это вполне можно было бы сделать при наличии. Тем более, ну, насколько я слышал, я не знаю, насколько это соответствует действительность. Думаю, и ты тоже не знаешь, что это такая внутренняя информация, что были же группы созданные, ну, вернее, ну, наемные вот эти ребята международные, которые сказали, мы решим этот вопрос там за 10 миллионов долларов. Но... Ну, это такие базы. О чем ты говоришь? Ну, какие 10 миллионов долларов? Кому? Кто? О чем ты сейчас? Ну, есть, скажем так, военные группировки, ну, частные. Частные. Да, ну, блин, ну, вот не надо транслировать российские зомбоящики. Я тебя прошу. Это не российские. Да, ну, это эти все сказки про наемных поляков, НАТО, Абрамса и все остальное. Это все туда ведет. Ну, не, не, абсолютно никакого отношения к этому. То есть ты хочешь сказать, что сейчас можно нанять каких-то чуваков, которые могут ядерную державу побороть, да? Ну, нет, конечно, державы-то нет, но... Ну, так а что ты мне транслируешь тогда, я не могу понять. Уничтожить вот этих вот непосредственно, которые там по Плате сидят Захарченко и этот еще какой-то бегемот толстый. Блин, ну, ты пойми, у Захарченко и у Плотницкого в жопе рука Путина. Ну, как, ты хочешь Путину руки отрубать? Он же расстроится. Ты пойми, что это вообще, это не личности. Это тупо марионетки. Я даже объяснять не надо. Ну, так а зачем ты мне рассказываешь, что там вот устранить их? Это, они, это просто ширма. Ширма. Вот так ширму сдергиваешь, а там стоят нормальные бурятские войска, российские, вот так, полным составом. Ну, где-то, конечно, да, да, отчасти. Но, тем не менее, это повлияло бы на моральный дух, скажем так, тех же бурятов, понимаешь? Что? Ну, если устранить пролотниц... Блин, как... Почему вы никто не понимаете, что никогда не устраняют таких, ну, людей, которые занимают такой высокий пост? Почему? Потому что есть толпа диких обезьян. И есть уже одна обезьяна, с которой налажен контакт. Ну, какой смысл ее убивать? И тогда вообще непонятно, с кем с ними там контактировать. Ну, почему непонятно? Все понятно, ты же сам прекрасно говоришь, и это соответственно... Ну, пришел ты с Кремля, следующего, такого же точно. Так же, как поубирали... Смотри, поубирали вот этих всех уродцев, которые портили внешний вид Новороссии, теперь Малороссии. Этих... Моторолу, Гиви и прочих. Ну, их же поубирали сами своими руками. Это тут Украина-то вообще ни при чем. Не, я знаю, такие же... Ну, я... Хорошо, что ты это понимаешь. Именно для того и поубирали. Для того, чтобы сделать человеческое лицо этих прекрасных, в кавычках, республик. Все, на их место приехали писатели, вот-вот, помнишь? Да, это не писатели, это бумагомаратели. Ну, все равно же, он свою выполняет. Симпатичный писатель, молодец такой. Это ж тебе не какой-то автомойщик Моторола. Не-не-не-не. А ты, кто был... Вот, знаешь, в России есть еще адекватные люди, например, тот же самый вот Глуховский. Ну, помнишь, Метро 33 вот это вот? Ой, извини, я... Нет, это не в курсе. Ну, писатель есть такой. Я слышал, да, я слышал, но не читал. Игрушки есть такие. Я не играл в Метро. Я имею в виду, может быть, мало ли, видел хотя бы. То есть они довольно известны. Ну, то есть, есть такой вот писатель Глуховский, Дмитрий зовут его. Он же тоже вот общался с этим клоуном, который там прилепен. Ну, как бы они... Ну, поскольку, вроде бы, знаешь, и тот писатель, и этот называется писателем, они, ну, как ты... Должны были найти контакт друг с другом. Ну, не то, что должны, а зачем? Они живут в Москве и тот и другой, как бы. Ну, понятно, что они пересекались там так или иначе где-то. Ну, и тем не менее, вот этот Глуховский, он адекватный парень. Я тебе вот, кстати, хочу сказать, что из российских ты хоть немного с адекватами говорил. Он довольно... Ну, ты можешь в инете посмотреть, у него есть выступление, где он там высказывает свою позицию довольно четко. Вот. И он же говорит, что он для него тоже сейчас не рукопожатен, но потому что то, что он совершает, это... Ну, он просто на крови людей зарабатывает себе рекламу своих книжек, но больше он ничего там не делает. Он же не воюет там в прямом смысле, он там просто позирует. Ну, позерок, больше ничего. Ну, ты знаешь, для нашего суда, если он попадется, так же, как сейчас Агею попал, этих видео будет достаточно, чтобы посадить на 15 лет. Ну, я не об этом же речь, речь о том, что, в смысле, он клоун обычный, он ничем от клоуна захаривает. А кто его знает, понимаешь? Дело в том, что вот эти Моторолы и все остальные, это тоже были клоуны, это не мешало им пытать украинских пленных. Ну, они совершили военные преступления, они совершают. Ну, так откуда ты знаешь, что этот позирует там и что он делает в свободное время? Нет, нет, ну, я тебе говорю... Ты его так пытаешься обелить, я... Нет, нет, я ничуть не обеляю, наоборот говорю, ну, он сам вряд ли будет, понимаешь, там лезть под обстрел или еще куда-то. Его там, он, ну, если выходит где-то, его там снимают картинки, где он там стреляет, начинает, говорит, вот мы сейчас огонь откроем. Ну, это же скотство. Ну, он говорил, что он командует прямо там подразделением. Да, 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 говорил. Ну, от того, что кто-то что-то говорит, это же не значит, что это соответствует действительность. Не, ну, я... Так ты что звонил, я так не понял? Так я звонил, давай, к тому, что звонил. Я хотел просто, да, вот поговорить, мне нравится твое, собственно, то, что ты ведешь это, это правильно. С другой стороны, у тебя как-то все однобоко тоже получается. То есть мне время от времени надо не за Украину, а за Россию топить? Нет, нет. Так раз, все про Украину, про Украину, а потом такой ролик про то, какой Путин хороший человек и любит собачку, да? Зачем ты? Ну, как можно, как не однобоко? Конечно, однобоко. Не однобоко, я тебе только что. Вот мы с тобой, когда заводили разговор про того же Глуховского, ты просто, ну, можешь меня как бы на слово же не поверишь, ты там увидишь, откроешь в Ютубе там вот то, что он говорит, ты увидишь, что человек довольно адекватный по позиции, в смысле, она ничем не... Алексей, Дмитрий Алексеевич Глуховский, Дмитрий Алексеевич Глуховский писатель. Ну, да, он довольно молодой парень, ему... Ну, да, есть вот такое. Да, да, ну, вот ты можешь послушать, он адекватно отзывается об этом, так как оно есть действительно, и так как это воспринимают многие адекватные здесь люди, которые не на прикорме ни у кого, и просто... Послушай, не может он достаточно хорошо отзываться и не сидеть, как Дадин сидел в тюрьме. Ну, не может, я не поверю, что есть кто-то, кто отзывается хорошо и не сидит. Потому что вас не может там отзываться открыто никто. Ну, он как... Ну, ты можешь послушать лучше из первых уст, чем кого-то слушать, правильно? Как мне Глуховский о Украине, да? Украине... Нет, он не то, что в Украине, у него там есть... Ну, ты просто набери Глуховский. Ну, я ввел, ну, там из Википедии только статьи, мне же надо знать, что искать. Не-не, в Ютубе набери, в Ютубе он... Так, Дмитрий Глуховский, мы сами начали на Украине телевизор «Выгрыз мозг». Вот это вот, наверное, ты имеешь в виду. Да, там много есть, там не одно выступление, он довольно-таки там такой выступает часто и на разных вещах. Ну, послушай, интересно. Да, да, он... Ты вот, если он тебе даст интервью, ты, кстати, можешь пообщаться с ним. Я же не журналист, я обычный... Кто со мной будет общаться? Обычный парень из Украины, перестань. Ну, я понимаю. Ну, тем не менее, если получится, это будет неплохой взгляд на вещи. Я тебе говорю, что у тебя уж больно, ты все только в одном тоне, в смысле, говоришь... Я тебе понял, куда ты клонишь. Я уже объяснял, как я вижу эту ситуацию. Вот мне тоже говорят, там вот, ну, есть хорошие люди и все остальное. Понимаешь, есть бочка дерьма, и в ней плавают такие вот клубнички, малинки. Да, я понимаю. И вот эту бочку дерьма и вот на тебя собираются вылить. Ну, что, ты будешь выбирать эти клубнички, их есть перед тем, как на тебя дерьмо вылить? Слушай, ну... Вот так я вижу ситуацию с Россией. Сейчас для меня Россия вся агрессор. И вот это вот, то, что нам пытаются навязать, да ну, да ну не надо, забудьте, что там убито 10 тысяч украинцев, что аннексирована Крым, территория, идет война. Вон же ж есть Глуховский, пообщайся, возьми с ним интервью. Зачем это мне? Зачем? Потому что в конце концов Глуховский даже на выборы не пойдет, а пойдет у то все безмозглое стадо, которое кричит Крым наш. Слушай, ну, ты же сам знаешь, не важно кто как голосует, важно кто как считает, правильно? Или нет? В смысле, не важно как голосует? Ну, ты не понимаешь, что в России не важно кто голосует, важно кто голоса считает. И там... Не, засчитает, я с тобой согласен. то есть, ты хочешь сказать, что Путина на самом деле не поддерживают? Ну, конечно, как бы от того, что это говорят, как ты сам понимаешь, большинство людей, как бы, вот там кручатся, сейчас рулетки в основном, ведь 80% людей они идиоты по определению. В общем, не, подожди, тут есть вот еще, смотри, секунду, тут есть такой важный момент, то, как считают, это связано с вашей внутренней борьбой. То есть, там, вот, там важно почитать, чтобы набрала Единая Россия больше и меньше набрала Компартия. Но, если взять Единую Россию, Компартию, кто там, какие-то мои другие партии, вот так и всех кучу собрать, послушай, их всех опросить по украинскому вопросу, то они единогласно скажут, страна 404 Украина, Украины нет, это все СССР, это все наше и хохлы, это люди второго сорта. И все, для нас, как там у вас посчитают эти голоса, нам абсолютно без разницы, потому что, все равно они будут Украину не считать за людей. Ну, кто они-то? Они и те, кто сидит... Люди, люди, понимаешь, отношение к Украине, вообще, ну, оно типовое. Я вот только что записал перед тобой, я в чат-рулетке общался, только выключил, как раз видос заливаю. Нормальный абсолютно парень из Питера, все вежливый, не пьяный, не однобока. Я говорю, он транслирует все то же самое, что транслирует мне пьяные, только пьяные, они более открытые. Все один в один, только вежливо. Ну, я развел вот из того, что мы с тобой говорил, хоть слово, протранслировал из того, что у тебя были вот твои клиенты. ты активно поддакиваешь, это и настораживает. Твоя задача звонка позвонить мне и обратить мое внимание на то, что я должен найти среди бочки дерьма что-нибудь хорошее. И взять с этим хорошим интервью. И показать украинцам... Я хочу сказать, что есть люди, и кто конкретно. Чтобы ты просто внимание обратил. Послушай, есть люди, это те, которые, их единицы, послушай, есть люди, это единицы, которые выходили с плакатами «Нет войне в Украине». Когда это было нужно? Не сейчас, когда уже стало в холодильнике пожиже немножко, и когда народ уже только с этой точки зрения начал, да ну зачем нам был этот Крым, зачем эти проблемы? Не из-за того, что им стыдно, за то, что Россия воюет с украинцами, за то, что убивает украинцев, а просто стало ну как-то неуютно и доллар, и все. Не, ну санкции на нас не влияют, но все равно нельзя ли как-то это все решить? Я все это прекрасно понимаю. Вот мне, если ты это говоришь, то это я уже, знаешь, понял еще 4 года назад, когда никакого захвата Донбасса не было. Так не, подожди, так зачем ты мне говоришь, что ну там адекватные? Ну вот есть адекватные, есть, мы общаемся с ними, есть, но они не решают. Понимаешь, вот тут важно понять, я хочу украинцев, я тебе конкретно говорю. 80% кого ты показываешь в рулетке, они ни хера вообще не решают, они просто не решают. Решают, это быдло масса как раз поддерживает, и она же, вот это быдло масса, она ездит в Донбасс, туда воевать, на Донбасс. если 2 месяца по телевизору покажи другую картинку, она забудет, что вчера происходило. Так не покажут же, не покажут. Ну конечно. Ну правильно, так нам, понимаешь, еще раз, нам украинцам абсолютно не легче, абсолютно не легче, от того, что им, ну, они же едут. И моя задача, еще раз я говорю, украинцам показать, какие есть вот эта масса, которая решает. Если они хотят, у них есть свои родственники. Они поднимают, что ли, кто-то? У нас полно людей, которые до сих пор считают, что у нас там братушки. Я им их братушек показываю. Так самое главное, вот эти, кто считают, что братушки, спрашиваешь, а родственники твои, как в России? Ой, да ну их нафиг, они мне там такое рассказывают, мы с ними не общаемся. Но все равно они братушки наши. У нас много общего с ними было. Я тебе могу сказать, как мое мнение. То, что произошло сейчас на Украине, ну, между Россией и Украиной, вот эта вот война, которая идет до сих пор, это приведет, и уже привело к тому, что на ближайшие 20, 30, а то и 40 лет, то есть это 2-3 поколения, это просто будет разрыв. Ты сам прекрасно, думаю, тоже осознаешь. Так до этого еще дожить надо. Ну, мы с тобой не доживем до того, когда уже будут нормальные отношения. Это уже все, это уже разрыв. Не, еще все может вернуться. Я вот пытаюсь этого не допустить. Все может вернуться элементарно. На выборах украинцы проголосуют за пророссийского кандидата, и все, все в один день станет без виз отменится, герои АТО станут преступниками АТО, и все. И будет опять деукраинизация, бендеры, опять Ленина на место, все памятники вернуть. Это все в один день может случиться. А там, кстати, посносили у вас реально? Реально всех Ленина их снесли. бля, вот этого надо было делать 25 лет назад. Надо было, так ты представь, 25 лет назад люди там облепили бы этот памятник, и может быть, и я бы его облеплял бы, хрен его знает. Ну, я тогда еще совсем был малолетний, конечно. может быть. Ну, какой ты малолетний, ты и мой ровесник такой же. Ну, мне тогда было сколько, 18, да? Или нет? Ну, 18. В это время еще, конечно, они такие болтыхающие, если мягко говоря. Все должно быть, понимаешь, все должно быть в свое время, и общество должно быть готово к определенным переменам. Слушай, это немного чепуха. Ты вот, посмотри, если брать из того, из советских республик бывших, ну, не включая Прибалтику, кто добился больших результатов? Грузия. При Саакашвили. За три года из страны полной криминальной помойки превратилась в процветающую страну. Сколько в Грузии людей? Ну, ты сам прекрасно понимаешь. Я сам прекрасно понимаю. Я представляю, там объем работы и тут объем работы. Опять же, где Грузия? Смотри, опять же, Грузию не так ассимилировали, как мне кажется. У нас же тут специально делалось, украинцев выселяли в Сибирь, а вместо украинцев сюда завозили макшаней. И тут уже все так перелюбились, что тут уже сложнее. Грузины, они более оторваны от этого, ну, согласись. Оторваны. От совка. Потому что из криминала в Советском Союзе основной костяк он из Грузии, как раз. Ты же сам прекрасно понимаешь. Да, причем тут криминал к населению. Криминал то криминал. Это криминал вообще, если так разобраться, это активные люди. Ты зря недооцениваешь. Нет, тебе говорю, это еще просто говорит, что они активные люди, они умеют организовываться. то, что они организовались в преступной среде, это как бы минус с точки зрения общества. Но они точно так же организовываются и не в криминальной. Если взять рынки и все остальное, кавказцы везде все держат. Потому что они более активные. Для них не проблема привезти, увезти, нанять работников. Наши сидят, только сопли жуют. Есть Грузия, есть Дагестан, есть Чечня. Поэтому это и те другие кавказцы, но совершенно разные. А чего разные? Кто в России управляет? В Москве? Только смотрел у Камикадзе. Постоянно там у вас... А, нет. У вас там было лет пять назад. Я смотрел Камикадзе. А Камикадзе твой, когда начиналась война в Грузии, и когда в 2008 году туда вводили войска, он активно поддерживал все это говно. Поэтому я... Ну, это я потому и говорю нашим, что не надо целоваться и искать себе там друзей. Это опять ты подтверждаешь мои слова. И с тем же самым Камикадзе надо понимать, что он для себя работает, а не для Украины. Конечно. Он просто монетизирует свою ютуберскую херню. Он на этом бабло рубит, говорят, по сороковнику в месяц зеленую. Ну, я думаю, да. Может и так быть. Нормально, молодец. Он в хуй не усрался ему все это херня. Он завтра будет другие песни петь с таким же успехом. Ну, тебе в доказательство особенно мне понравилось, как он топил-топил, а потом на выборах сказал, давайте голосуйте за Компартию. Вот это было такое. Или ему бабла закатили, или хрен его знает. Или он просто идиот все-таки. Нет, нет. Он проститутка просто. Наверное, купили. Многие с ним работали, его же так и называют. Он кидал его и проститутка. Перекидал всех, кто с ним работал. Нет, ну, я бы так бы не сказал бы. Он все равно свою часть работы делает. Я жалею, что у нас нету в Украине, я теперь понимаю, почему у нас нету блогеров-миллионников, кроме Шария, который сосалка кремлевская, по сути. Тьмок и оконченный. Ты сам как к ним относишься? Просто не знаю. Это просто купленный Кремлем, чуваки, все. И ним же спонсируемый. Как я отношусь? У нас нету с таким количеством просмотров ни одного канала про Украинскую. Говорят, что у него довольно сильно накручивается. Нет, там реально не надо так говорить. На самом деле реально поддерживается многими. Я знаю просто реальных людей, которые там «А ты смотрел Шария?» То есть, давайте трезво оценивать и понимать, что есть... Я понимаю, что 80% людей идиоты, это на них рассчитано как на массовые зрители. Это как знаешь, там вот есть программа Дом-2, идущая там сколько там, 10 лет, рождающая уже поколение слабоумных. Поэтому это тоже из разряда тех слабоумных от Шарии. Ну, может быть. Понимаешь, каждый же, ну тут ты правильно сказал, просто каждый ищет то, что хочет найти. Вот если человек хочет, он проукраинский, он ищет проукраинского блогера, да, он там разбирается. Если он пророссийский, он ищет такого проукраинского блогера, который на самом деле топит за Россию. и дает ему правильные ответы на те вопросы, которые у него есть. Ну да, ну да. Может быть, кто-то, конечно, ищет себе, знаешь, такую схожую с собой точку зрения, чтобы ее, так сказать, культивировать и поддержать. Ну да, да. Потому что умных людей действительно немного, и не важно, где это, в Испании, в России, или на Украине, или в Казахстане. Ты знаешь, я сегодня над этим думал, и я вот уже как-то, начал общаться, раньше я над этим не задумывался. Я бы уже классифицировал людей не по степени умности, а по степени тупости. Потому что мы каждый по-своему тупы, вот кто-то более тупее в определенных там частях. Я там, допустим, может, более тупой в каких-то математических таких науках, да, там, менее туп в общении, да. И вот у нас есть большая масса особо такого качественного тупого населения. Есть другая часть, которая менее тупая. Потому что умные, когда говорят, это ну так планку задирают. По факту начинаешь общаться и понимаешь, что... скажем так, дело не умное, может быть, а с критичным мышлением. Таких людей мало, я тебе хочу сказать. Вот будет более точная формулировка. В общем, это все, опять же, болтология, это можно... Как ни назови, все равно у нас от этого проблемы. От того, что люди такие, какие есть. А я тебе еще из такого предложения, ну, я не знаю, это ты как просто так говоришь и возручить. Ты ведешь один и со стороны Украины. Я тебе, в смысле того, что не хочешь ли попробовать вдвоем и как бы один будет со стороны России и Украины. Нет, не хочу. У нас есть, рекомендую тебе из FreedomDP. Рекламирую сейчас его канал. Пусть люди подписываются. У него там мало подписчиков. Сейчас он как раз постоянно контактирует с россиянами, пытается с ними наладить отношения. Я считаю, он делает свою работу. Вот к нему обращайтесь, ведите там передачи с этой бородатой всей оппозиции российской. Каждый занимается своим. Я хочу себе, честно говоря, я хочу себе помощника, ну, не, не правильно сейчас сказал, оппонента, но тоже такого проукраинского, но оппонента. Я хотел бы сделать такую передачу какую-то по насущным новостям, но мне самому, я не люблю сам с собой разговаривать. Вот у меня вот проблема... В каком плане ты имеешь в виду, чтобы я правильно понял? Что-что? Оппонента в каком плане проукраинского? Чтобы я мог... Ну, как у Мальцева, да, у него там сын с ним общается или кто? Я не знаю, Мальцев это проститутка такая же... Не, ну мы не будем сейчас оценивать Мальцев, Мальцев это даже трышка, как и все остальные там. Конечно. Больше часть. Я говорю о построении передачи самой. Я не могу транслировать... Вот у Паши дальнобойщика у него талант, у Саши сотника талант, это вот уметь рассказать самому. Блин, ну я не умею, мне надо с кем-то с кем-то оппонент какой-то, чтобы мне там задавали вопросы или я задал вопросы. Вот как мы с тобой сейчас общаемся. И мне интересно, и тебе надеюсь. А так, когда сам с собой, я не могу. Я теряюсь и мне скучно. Но я тебе про это и говорю, форма такого, что... Я тебя понял, но я не хочу... Я тебе говорю конкретно, как есть. Я не хочу делать с агрессором никаких передач. Вот таких долгосрочных проектов никаких. До тех пор, пока не будут... Не вернется Крым, не будут выплачены репарации, не вернут обратно погибших наших 10 тысяч украинцев, я не собираюсь сделать никаких таких передач, которые будут в какой-то мере обелять и опять же... А каким образом это обеляет? А это обеляет. Вот эти вот контакты на таком уровне, они заставляют людей воспринимать позитивно агрессора. Я этого не хочу. Нет, мне кажется, немножко другая. Но это мое мнение, я выскажу. Я пытаюсь быть с тобой отдельно честным. Да-да, правильно, и так и надо, конечно. Но я тебе и хочу поправить тут. есть у тебя в этом неправильно. Потому что, гляди, моя позиция более жесткая, чем твоя в отношении всего этого происходящего. Не понял сейчас. О чем именно? Ну, в том именно, что именно, к сожалению, да, я из России, разумеется, родом, и моя страна устроила вот эту войну. Ну, ты сейчас в России не находишься, я так понимаю. Не совсем, да. Ну, поэтому, опять же, это не будет сильно объективно, поскольку ты тоже смотришь со стороны на это все. Нет, я со стороны не смотрю, но это не значит, что я, как бы, не совсем сейчас нахожусь, я не нахожусь там вовсе. Ну, ладно, это детали, это, собственно говоря. Ну, да, я пока мы еще просто не пришли ни к какому мнению или соглашению, я тебя пока не открываю. Да, я родом из России жил там и живу еще и сейчас где-то. Ну, я понял, да. Ясно, но нет, я не хочу вести передачи такого характера, я хотел бы кого-то из Украины и вести такую чисто украинско-бандеровско-фашистско- как мы любим, чтобы были русскоязычные младенцы в трусиках, там, ну, как мы любим. Подожди, слай с него иногда. Распятые эти, снегири, потому что а что с тобой? Ты скажешь, нет, я такого не ем и все. Никакого настроения. Ну, ты хочешь просто сказать, что легко на деградантах вот это вот отыгрывать. Чего это? Ну, так это российское телевидение тебе протанслировало и все. Мы с этого смеемся просто. Да, российское телевидение я уже не смотрю много лет. Успокойся. Вообще, в принципе, по определению. Поскольку смотреть там не на что. Да перестань. Надо же иногда. А на чем тогда смеяться? Бесплатное шоу такое. Ну, а зачем? Слушай, у меня, я вон открою Facebook. У меня все новости там есть в Facebook. А Facebook перепечатывают из российской. Все фейки, они в Facebook есть. Ну, они перепечатывают там у меня как бы не только российские люди там и со многих стран мира люди. Просто они русскоязычные в основном люди. А среди них есть много сумасшедших, конечно, но таких я быстро удаляю, потому что, ну, это... Бред этот, слушайте. Просто сил никаких нет. Это невозможно. То, что ты говоришь, я говорю, моя позиция, она жестче, чем твоя. Но ты просто сел на одного конька и скачешь на слабоумных. То есть, ну, есть люди не настолько, как бы, уж совсем не деградировавшие. Это раз. Но они тоже, как правильно ты заметил, они смотрят тот же телевизор и волей или неволей начинают нести вот эту ахинею оттуда. У них прорывается. Нет-нет. Ведь проблема, даже говорю, не в том, что телевизор есть в России. А проблема, что ты телевизор можешь выключить и выйти на улицу. Но на улицу ты выходишь и ты встречаешь там телезрителей. Понимаешь? Ну, понятное дело, конечно. Ведь проблема... На это я рассчитан. Ты можешь сколько угодно сидеть в своих интернетах, так сказать, а решения принимают закоренелые любители телевизора. У которых даже интернета нет. Они даже не знают, с какой стороны... Они решения принимают. Люди не принимают здесь никакого решения. Это просто мясо. Да принимает масса. Все равно. Не, ты понимаешь? Она все равно это поддерживает. Ты понимаешь, воля изъявления, ты только пошел галочку, пацан. Нет. Они создают вот этот весь такой гул, как пчели на мулье. Гул создает? Гул одобрения. Понимаешь? Гул одобрения. А они просто подпердывают. Ну, назови как хочешь, но так или иначе это помахает власти делать то, что она делает. Да, конечно. Да, конечно. Я тут это не поспоряюсь. Просто я, знаешь, вижу полно роликов там, где вот эти все бабки, и они там, а там либерасты, да что вы там, Россиюшки продали. Конечно. Они смотрят телевизор с утра до ночи, и они же не воспринимают никакой иной информации. Они необразованные люди. Большинство этих людей спроси, когда он последний раз книжку читал, он тебе скажет, что в школе прочитал последнюю книгу. Это в лучшем случае. Ну да, заглавие. Да, да. Поэтому это же, ну ты сам прекрасно понимаешь. Блин, мне стыдно сказать, я тоже давно не читал книжек. Я просто не успеваю. Я хочу, сейчас одна у меня там лежит, я начал читать, но она такая специализированная, и то нет времени. Просто никто. Я почитываю, почитываю. И Шаламбова почитываю, и Водолазкина, и Аксенова. Поэтому, нет-нет, все-таки найду себе моменты почитать, потому что... Хорошо. Ну да, да. Это всегда хорошо. У вас же сторона не в опасности, это же у нас только. Слушай, ну я не обязательно это сделаю, только в своей стране читать, я везде. Слава Богу, это не мешает. Страна здесь в опасности не меньше, чем у Украины. Конечно, в Украине идет война, и проливается кровь абсолютно, ни к чему не нужна абсолютно эта кровь. Я бы так не сказал. Ну вот, как ты бы не сказал? Нет, понимаешь, как это ни к чему не нужно? Ты сейчас приумоляешь заслугу наших героев, добровольцев, которые своей кровью они защитили и меня, в том числе вот здесь, что я тут могу жить, общаться, и тут нету русского мира. И я с тобой полностью согласен. Ну, так как это зря? Ничего не зря. Просто это надо понимать. Да нет, это все понятно, но ведь этого можно было не допустить по определению. Как? Ну, как ты говоришь, вот почему все это произошло? Потому что у власти у вас стояли просто ставленники московские. Не только поэтому. Вот почему у вас всегда виноват только Путин и Янукович? Да причем... Люди, люди виноваты. Люди не изменились. Страна изменилась, СССР умер, а люди продолжали жить в СССР. Вот только в голове. И вот именно люди не надо Путина обижать. Путин не виноват. Виновата вот эта кодла, которая ему это позволяет делать. Но эта кодла-то, она живет вся в Украине, а не где-то еще. Ну, так все равно. Это те же люди. Ты понимаешь? Абсолютно. И я сейчас, чем больше общаюсь на простых примерах, я понимаю, что вот эти пресловутые 86 процентов, они что в Украине, что в России, они абсолютно одинаковые. Да, конечно. Это бесспорно. Вот на таком ментальном уровне они ничем не отличаются друг от друга. Да, 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 конечно. Я с тобой согласен. И везде, что в России, что в Украине, это движущие, это все равно у тебя 5-10 процентов активного населения. Но самое бедное, что выбирают все равно 86. И мне становится страшно, потому что все вот эти мои потуги здесь в этих ваших интернетах, они ровным счетом до одного места. поскольку все равно придут любители гречки и проголосуют за того, кого им скажут. Ну, как бы тут, я думаю, не допустится такой ошибки, иначе ты сам понимаешь. Вот, потому я и канал 1 убил, и 2 еще кинул, и раскрылся, кто я и что я, потому что я не хочу жить в СССР. Тем более, в таком СССР, как... Я тебя поддерживаю в этом полностью, я сам этого не хочу, мне это уже выше крыши надоело все это скотство уже. Это просто скотство. И здесь управляют уже просто, ну, так получается, что здесь у власти это уже не власть государств, это просто власть бандитствующих элементов, понимаешь? Понимаю. И я к тому и говорю, что здесь ситуация для людей более или менее хотя бы понимающихся, что происходит вокруг, патовая, потому что я понимаю, что страна рушится просто в связи со всем этим. То есть ее не будет просто. Опять же, нужно из-за того, что... Ну, я понимаю, что загнали вас там так, что вы боитесь пикнуть, и я вас прекрасно понимаю, я в той бы ситуации тоже бы не особо пикал, потому что одно дело быть в Украине, и другое дело быть в России. Но если бы как-то активнее проявляли, как-то может что-то можно было изменить. Слушай, я сам так думал, но когда я ухожу на улицу, вот мы с тобой говорим, я тебя понимаю, ты меня понимаешь, я выхожу на улицу, если я вот начинаю с людьми говорить так же, то же самое, теми же словами, что и тебе, они просто с вытраченным глазами на меня смотрят и говорят там и предатель ты, и еще что-нибудь, и так далее. То есть, если вот... И я это говорю я с людьми, которых давно знаю, потому что с просто с такими я просто не общаюсь, но это бессмысленно по определению. Ну так вот скажи, как ты собираешься вести передачу, если ты только первый день засветишь свое лицо и сразу же поедешь в ФСБ рассказывать, что это за замечательное... Ну, поэтому не обязательно, может быть, светить мое лицо, как ты считаешь? Не, ну это будет нечестно, что я буду общаться? Уже раз я раскрылся, то уже же должен быть персональ. А что это такое, говорящий голос какой-то? Ну, ты, кстати, вел сам так персонально. Вот я... Я тебе объясню, почему. Вот все почему-то считают, что я тихарился там. Я объясню, у меня просто не было интернета. Послушай, у меня просто не было интернета. У меня был интернет через вот этот через воздух и он, ну вообще, какая там трансляция. У меня как только... Сейчас у меня оптика оптическая, я... И вообще, я не хотел просто себя, ну, популяризировать как. Я хотел свою работу сделать и потом раствориться и все. в темноте. И ничего не надо мне никаких... Как ты говоришь про Суево, если он, действительно, твой друг, этот Вальнов, он же сделал это просто монетизацию. Он просто бабло на этом рубит, он ничего другого там, собственно, не несет на своем канале. Не, он все равно делает свою часть работы. Почему? Я в таком... Ну, делает, делает. Он просто тоже оседал этот конек слабоумие и на нем просто... На слабоумных всегда легко зарабатывать. Поскольку ты знаешь предсказуемость всего того, что они скажут и на чем можно хохмить там. А, не, ну... Слушай, ну, у нас у каждого свои недостатки. Не, 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 я не говорю никаких недостатков. Это я тебе просто, ну, как бы... Не, ну, если у каждого есть такая штучка, вот за что можно задеть. Правильно? А если... А задеть и вывести на откровенный разговор? Просто мы ж по жизни притворяемся. Помнишь, как доктор Хаус говорил, что врут все. И вот когда мы с тобой трезвые, когда мы ведем такую светскую беседу, стоит нас подпоить, мы же друг другу расскажем, что мы думаем на самом деле. Да, не, не, мой взгляд, хоть трезвого, хоть пьяного, пьяный, я просто могу более резкими словами говорить то, что я тебе сейчас говорю, мягкими. В смысле, мое отношение к тому, что происходит здесь внутри и то, что происходит, то, что устроили это с Украином, это вообще пиздец, потому что Украина потеряна теперь на десятилетие. Ну, это на минимум на десятилетие, на поколение потеряно просто. Это плюс наоборот. Ну, это плюс, да, но, да, да, я понимаю, что плюс. Это было бы шикарно, если бы лучше на столетие. Вот смотри, 300 лет была под гнетом, и теперь 300 лет, что вообще никаких связей. Ты что, такая страна, блин, ну, вот просто абстрагироваться от размера вот этой дутой территории огромной России, где одни болота, мерзлота и все остальное, и посмотреть реально на Украину, какой-то алмаз просто, это бриллиант, с такими возможностями, с населением, с климатом, и жить в такой нищете? А почему такая нищета? Да потому что братушкам, благодаря всевозможным, которые за всю историю сюда лезли, не только россияне, тут же все пытались сюда лезть, к этим хлебопашцам, несчастным украинцам. Дело, дело всегда не в этом, но дело в том, что хоть в Украине, хоть в России все разговоры идут, это словоблудие, а как бы забота о человеке, как таковом, и нацеленность на человека, как в Европе это сделано, этого нет абсолютно. В Украине, конечно, мне нравится то, что Украина хотя бы за эти годы совершила уже там три революции, но это уже хорошо, а не хоть какое-то движение происходит. В России это просто болото. Конечно, это да, это большое дело, но проблемы для населения, для тебя и там для твоих близких это не решает. То есть, ты видишь, что ты живешь в богатейшей стране, но ты живешь нищим. И не потому, что нет денег, и потому, что их не зарабатывают, а потому, что просто есть 3-4-5 олигархов, которые просто расхуячили всю Украину, раздербанили. Это просто бандиты, которые разорвали ее и контролируют все потоки. олигарху рознь. Я вот даже больше тяготею к олигархам, чем к казнокрадам, такие как Путин, Медведев и остальные. У олигархов хотя бы есть какой-то реальный бизнес, они хоть что-то созидают, а казнокрады тупо воруют. Ну, если брать олигархов российских, то это просто кошельки той же власти. Ну, они все равно... Это легальные кошельки, потому что, ну, не может быть у чиновника во владении там официально... Не-не, как оказалось, может. Ты же не смотрел Навального, видимо, фильм. Там все прекрасно показано. Вот там все становится ясно. А ты считаешь, что Навальный, он самостоятельная фигура, что ли? Нет, не считаю так. Не считаю. Навальный, это кукол трепешный. Навальный оттягивает на себя части электората, для которого нужен человек, который будет их куда-то везти, они пока не знают куда. Это так же, как и все там. Если ты хочешь что-то побороть, это нужно возглавить просто. Ну, возглавить... Как себе представляешь, там, любой человек в России возглавляет реальное движение. Бескомпромиссно идет. Ну, ты знаешь, что с ним произойдет? Ну, конечно, я тебе это говорил 10 минут назад, что не может человек свободно столько все высказывать, и чтобы с ним ничего не было. Ты понимаешь, что Россия это самая крупная криминальная группировка в мире? Конечно, понимаю. Кто против самой крупной группировки в мире с голой жопой должен встать? Это насколько надо быть вне в адеквате и не понимать последствий того, что произойдет буквально там в течение нескольких дней. Ну, это же... То есть, кто это встанет, он либо просто сумасшедший, который, в принципе, ни к чему не приведет, либо этот человек, который встанет, за ним должна быть реальная сила. Ну, как бы тут других вариантов не дано просто. По определению. Согласен. Согласен. Поэтому ты не думай, что все тут настолько сумасшедшие, которые у тебя там в чат-рулетке. В чат-рулетке это просто отребье полное. Я вот, знаешь, понимаешь, мне всегда когда такое говорят, где же мне искать Гагарина вот этих? Вот я вот когда... Я представляю этот прекрасный вид русского человека такого, который любит украинцев. Я тебе показал пример не прекрасного, а адекватного человека. Так где мне искать? Смотри, в танках я, когда в игре в этой собираюсь, смеяли там все дебилы. Перешел чат-рулетку, тут все дебилы. Смотрю видео Саши Сотника, где он на улице берет интервью. Там точно такие же, только вежливо общаются. Где эти мифические люди? Они не мифические. Но я же тебе показал человека, который... Я тебе могу еще фигуру, пару-тройку фигур показать на российском, скажем, пространстве, кто действительно соответствует званию человека в полной мере. Который никогда не вилял, не кружил, а как бы... Он, конечно, и не возглавляет никакие, как бы тот глуховский. Он тоже не возглавляет никакие движения, ничего, но как человек, просто как человек с буквой Ч большой, он человек. И такие люди есть. Я на себя не буду показывать, потому что это нехорошо. Но эти люди есть. Понимаешь? Другое дело, что, как ты говоришь, ну вы же ничего не решаете. Но это то же самое, что про тебя сказать. Ну а что ты решаешь в Украине? Ты что-то решаешь там, что ли? Да нет, конечно. Ты понимаешь, что вот эти все люди, они не выживут. Если вот продолжатся санкции, будут ужесточаться, если Украина не сдастся, кончится с этими людьми точно так, как оно заканчивалось в 37-м году? Ну, с Глуховским и так далее, ты имеешь в виду? Такого рода? Ну, со всеми нормальными людьми. Вот это стадо, подожди, стадо, когда проголодается, оно же не побежит власть ругать, правильно? Путин же молодец. Они поймут, кто виноват. Да вот эти же либерасты всякие, которые... Это им рассказывают уже последние 4 года или там 5 лет им. Рассказывают каждый божий день с утра до ночи. Одно и то же. Вот тут сейчас говоришь, то же самое им 5 лет уже и рассказывают этим телезрителям. Ну, правильно. Они должны знать, кто виноват. Кто хотел продать Америке. Ну, конечно. А Путин молодец, выстоял. Да, да. Я жилой сейчас, трудно. Ну, ничего, мы сейчас у богатых, во-первых, сейчас вот этих либерастов порешим, потом возьмем у богатых, заберем и национализируем, побухаем пару дней и все, заживем нормально, как мечтали в СССР. Ничего, ни у каких богатых они не заберут, они начнут резать друг друга, когда им... Нет, смысл резать таких же голодранцев. Не, ну, перестань, это было уже тысячу раз. Добро пожаловать в революцию 17-го года. Кто был никем, тот станет всем. Помнишь этот лозунг? У нас вот мини-мини русский мир и мини-революция, это вот ЛНР, ДНР можно посмотреть. Вот это, помнишь, взятие метро-магазина. Вот, это вот реально свершение молодой республики. Это же надо чтить. Ты мне говоришь такие прописные истины, которые я прекрасно все это знаю. Вот они и побегут сразу, братья, какие там у вас есть Ашаны, что там у вас есть, магазины эти. Да, разные есть. Я тебе говорю, что крупняков и тех, кто у власти, у них свои частные армии, их никто не побеспокоит, за них беспокоиться не нам. Побеспокоят друг друга, вот и все. Это как бы ты сам прекрасно понимаешь. Ну, наверное. Поскольку ничего они не сделают ни кремлевским, ни другим губернаторам, потому что у них свои частные армии, которые проплачены, которые они так же, знаешь, вот тут все чиновники, у них, во-первых, в россиянских чиновниках, все дети, ты сам прекрасно знаешь, живут за границей. Кого не возьми, начиная с самого верха и до самого низа, все дети живут за границей. Ну, правильно, а что им тут? Они же не живут здесь, в России, поскольку тут ни медицины, ни образования, ничего уже просто разрушено в ноль. Через 10 лет вот не может... Подожди, это тоже, во-первых, это традиция. Эта традиция идет испокон веков. Никто никогда в России было очень принято жить где-то за границей и жутко скучать по березкам. Все они, вот все, почему они все знали французский, итальянский, какой угодно язык, только не русский. Почему они общались с собой, друг с другом не на русском языке? Потому что русский это для крестьян вот этих вот крепостных. Ну, ты уж сейчас в какие-то сильные дебри залазишь. Ну, чего дебри? Ну, давай посмотрим всех знаменитостей, вот всех, просто историю так просмотрим. Все жили, все жили, уезжали, любили творить в Париже где-нибудь там, писать эти все прекрасные стихи где-то там, сидя на Монмарт, там, все. если ты приведешь пример кого-то, я как-то буду более наглядно. Я тебе хочу сказать, что, конечно, да, если там брать дореволюционную Российскую империю, то образование, ну, оно же было не очень... Так я о ней говорю, о Российской империи, все они уезжали туда. Ну, не все они уезжали, то есть основные, если литературные гении, мы возьмем, если про них говоришь, то большинство из них, кто действительно был гением, они все-таки внутри-то варили. А та иммиграция, если того же Бунина брать, да, который уехал во время, там, в 20-м году, по-моему, он эмигрировал уже из России и больше не появлялся. Ну, это вот Бунин, но он, да, это великий русский прозаик, но в том числе он жил и творил-то уже, у него была часть жизни прожита здесь, в России, а часть жизни он прожил там, в Америке и во Франции. Ну вот, да, он тут посмотрел, офигел и поехал в Америку. Ну, конечно, конечно, но... Даже взять Высоцкий, это советское время, послушай, Высоцкий даже, и тот старался уехать отсюда, он, ну, нравилось, потому что они видели, что там свобода, жизнь и все. Да нет, конечно. Почитай цитаты всех великих людей про, ну, не всех, но многих людей про Россию, как они описывают ее. Грязь, вонища, угнетение свободы и все остальное. Конечно, конечно. Ну, и любой человек, что ты, что я, с критическим мышлением мы так же это воспринимаем, правильно или нет? Ну, наверное, да. Поэтому это... И в то время люди грамотные, как бы, понимающие, что следствие, какое-то действие всегда за собой какие-то следствия несет, правильно? Они это тоже прекрасно понимали. И тогда, и сто лет назад, и сто пятьдесят лет назад. А основная масса людей, она всегда деграданты. Но это всегда так было, если будет практически в любом обществе. Просто в обществе уже, ну, вот гляди, с семнадцатого года в России происходит не только Россия, я имею в виду бывшая Российская империя, тут ведь происходит деградация. То есть, это поколение деградантов. Поколение уже деградантов. То есть, каждое другое поколение вот ведь до большого террора сколько было уничтожено до тридцать седьмой, тридцать восьмой и так далее. Все сталинское правление до пятьдесят третьего года. Ведь были уничтожены все виднейшие лучшие люди страны, которые остались в России после революции. Которые не уехали, которые здесь еще оставались. Они все были уничтожены. Начиная там от художественных до технических специальностей. Мало кто из них остался. А те, кто остались, они там в шарашках сидели, правильно? Ну да, так если посчитать, какой потенциал был уничтожен интеллектуальный, это даже оценить невозможно. Почему такое отставание? Конечно, это все верно. В этом нет ничего такого. Это так и есть. Так и есть все. Я за то, что как раз, понимаешь, то, что происходит какое-то движение более или менее в сторону европейского в Украине. Если Украина показала своим примером, что это возможно, это было бы очень большим плюсом для вообще славянских народов и в том числе и для так называемого российского. Хотя вот мне тоже тот российский. Ведь Россия появилась только при Петре I в 1703 году, когда до этого не было. 1721. Ну, в 21-м, по-моему, он уже умер. В 1721 он придумал название России. В 1700 году она называлась Московское царство. Ну, может быть, да, я тут могу. Я уже на этом русского язычного младенца съел на этой теме. Да, да. Можешь доверять мне в этом. Я не спорю с этим. Я не спорю с этим. Я прекрасно понимаю. И ты сам подумай, что вот я говорю, вот про Россию говорят там древние истории. Какая нахрен древняя история, когда первый ученый, когда у нас появился, знаешь, помнишь? Нет. Ну, я тебе напомню. Первый ученый, настоящий, российский, это был Михаил Васильевич Ломоносов. До Ломоносова в науке, не то, что ни одного образованного человека в России не было. Но Ломоносов же создал и первую академию, да? Не академию, Или вообще школу. Московский университет создал. А, да, 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 университет, да, неправильно выразился. Да. Московский университет создал. И, кроме этого, просто Ломоносов это первый ученый, который был вообще на территории Российской империи. Я говорю Российской империи, включая все страны, которые входили в Российскую империю. До этого просто не было вообще ни одного в истории ученого на этой территории, ты понимаешь? Именно на территории, подожди, смотри, было Московское царство, а тут было еще ВКЛ, Княжество Литовское там в какой-то период. Так вот, в то время был, по-моему, Львовский университет уже на тот еще в каком-то тысячу каком-то году уже был университет. Ломоносов появился только как ученый там в 1740 году, там даже в 45-м, как ученый. Вот он появляется на мировой арене, это только в эти годы. До этого года ни одного ученого на территории Российской империи, российского, его просто не было по определению от слова совсем. То есть, абсолютно. Первый ученый появляется, только Михаил Васильевич Ломоносов. И только потом появляется, вот он создает Московский университет, и только там вот его ученики Ломоносовские, они становятся первыми проректорами. То есть, вот только оттуда появляется как таковая вообще образование в России. До этого не было никакого образования. То есть, вообще от слова совсем не было никакого. Вот глубина в чем, ты пойми. Когда Россия появилась, там говорят тысячелетняя история, до 1745 года ни одного ученого не было по определению. Просто не было совсем. После только 1745 года, после Ломоносова, его ученики и так далее, и так далее, и так далее, только тогда создается наука, как таковая в Российской империи. До этого ее просто нет. Просто совсем. Почему это вообще так было? Потому что, откуда вообще взялись ученые? Потому что Петр Первый, он привез из-за рубежа, ученых их, которые научили, вообще, если на Россию то время не посмотреть, но если он их ловил и требовал, чтобы хотя бы бороды помыли, вот эти, побрили эти вшивые. О чем говорить? Какие ученые? Конечно, конечно. Тогда было образование, единственное, к чему оно сведено, это церковно-приходские школы. И там... Ну, при монастырях в основном были центры науки, эти были монастыри. Да. И, кстати, Петр Первый отобрал у монастырей их земли и вообще там... Совсем так это тоже... Ну, как? Он провел церковную реформу очень важную. Он прошел, да, да, провел. Он уничтожил практически... Он провел такую реформу, что один из... Я вот сейчас не вспомню, кто говорил, в 18 веке он писал, что в России есть религия, но нет веры. Ну, возможно, я тут не литературный критик, не могу всех помнить. Суть в том, что до Петра, конечно, не было даже привозных ученых, их никто не возил, здесь на науке вообще не было. То есть Петр завез первых немцев, голландцев и так далее, которые возглавили тут вот этот вот Петербургский тогда Академию наук, он создал. И там появлялись вот светские ученые, где преподавалась начиналась там математика, химия, физика, какие-то первые только позывы. Это только тогда было. В общем, это целая отдельная тема, еще раз можно еще три часа говорить, я прошу прощения, просто немножко уже поджимает время, мы и так уже час общаемся. Было, конечно, интересно пообщаться. Что-что? Так что, было, говоря, интересно взаимно пообщаться, да. Так что, знай, есть ли в России не сумасшедшие, есть адекватные. Если захочешь, можешь позвонить сам. Я вот все-таки сейчас, я хотел бы этот разговор выложить, я вот сейчас у зрителей, кто, у кого хватило нервов дослушать до конца, вот все-таки задам вопрос. Слушай, слушай, ты хочешь наш разговор выложить? Да, я хочу, чтобы зрители проголосовали, хотят ли они, чтобы Андрей Полтава сделал с кем-то совместный стрим из российской оппозиции, будем так говорить. Я не оппозиция, я просто человек, который имеет свое мнение. Ну хорошо, с кем-то из страны агрессора. Ну слушай, это звучит тоже так. А, видишь, да, умею я вопрос поставить, хорошо, скажи. Это не вопрос поставить, это смазать называется тема, абсолютно. Размазать. Нет, это все объективный опрос, все, видишь, как умеют. Я жучусь у ваших этих, ну, главное правильно ставить вопросы, тогда ты будешь получать правильный ответ. Ну, поэтому как бы это не будет. Ладно, все, спасибо тебе за беседу, если еще накипит, звони. Да что накипит, я не накипит, это просто я с тобой разговаривал. Все, давай, удачи. Тебе тоже. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok